Всем привет! В этом видео мы поговорим про одного очень известного бодибилдера, который победил на турнире Мистер Олимпия в 2020 году. Это Мамду Элсибай по прозвищу Биг Рами. Его можно назвать одним из самых огромных и монструозных атлетов. Особенно отличаются его раскачанные до неприличия ноги. На последней Олимпии зрители разделились на два лагеря. Одни говорят, куда он накачал такие гигантские бедра, ведь это некрасиво. А другие наоборот поддерживают Биг Рами и говорят, вот такими должны быть настоящие квадрицепсы. Одно можно сказать уверенно, Мамду Элсибай выставил тогда свою самую лучшую форму, которую только мог на данный момент. И его сверх прокачанные и детализированные квадрицепсы первыми бросались в глаза. Поэтому давайте узнаем поподробнее от самого Мамду Элсибая, как же этому египтянину удалось накачать такие огромные базуки на ногах. В самом начале своей тренировки он, как и все адекватные люди, делает разминку. Только начинается она у него с одного единственного упражнения. Это сгибание ног лежа в тренажере. Сам Биг Рами поясняет, что когда вы тренируете квадрицепсы, то вы задействуете при этом все мышцы ног. И получается так, что нужно максимально разогреть все оставшиеся участки, чтобы не получить никакой травмы. И вот после такой вот разминки, Мамду наконец переходит к своему первому рабочему упражнению на квадрицепсы. Это разгибание ног в тренажере. По словам Элсибая, он старается делать от 4 до 5 подходов, по 15 повторений. И в каждом подходе он постепенно повышает вес. Второе упражнение, которое он делает, это обычные классические приседания со штангой. При этом он старается до конца не выпрямлять ноги и не опускаться слишком глубоко. От этого квадрицепсы постоянно находятся в напряжении. Всего Биг Рами делает эти приседания на 5 подходов, стараясь выполнить от 13 до 15 повторений. Сам атлет поясняет, что когда он работает со свободными весами, например, в тех же самых приседаниях со штангой, то старается не делать много повторений. Он этого не любит, да и риск получить травму возрастает. На его взгляд, 14 или 15 повторений в таких упражнениях – самое оно. А вот с тренажерами история, конечно, другая. Затем, на последние пару подходов, Биг Рами туго бинтует свои коленные суставы специальными бинтами. Он это делает для того, чтобы защитить суставы. И дополнительно, такие вот бинты позволяют добавить на штангу еще 10 или даже 30 кг, потому как эти бинты отличаются своими пружинными свойствами и облегчают выполнение правильной техники. Это позволяет легче соблюдать равновесие и не проваливаться в позитивной фазе. Третьим, в тренировке ног, у Бига Рами идет тоже очень популярное упражнение – жим ногами. В нем Мамду делает от 4 до 5 подходов по 15-20 повторений. От подхода к подходу он также постепенно добавляет больше блинов. На своей подготовке к прошлому турниру Арнольд Классик Биг Рами жал ногами целых 771 кг. После этого у египтянина идет четвертое упражнение. Он делает сведения ног в тренажере, потому что к этому моменту его внешние головки квадрицепсов уже очень хорошо запампились, поэтому теперь необходимо сместить акцент на внутренние головки. Ну и под конец своей многострадальной тренировки ног Биг Рами прокачивает бицепс бедра, выполняя сгибания ног стоя в тренажере. Количество подходов и повторений в этом упражнении такое же, как и в предыдущем – 4-5 подхода по 15 повторений. Эти четыре упражнения, которые сделал Биг Рами, являются основой всей его тренировки ног. После этого он начинает растягиваться. По поводу своей заминки Мамду говорит, что для ног крайне важно делать растяжку. Именно так мы даем им больше простора для роста, растягиваем волокна и позволяем крови лучше циркулировать в нагруженных местах. Вот мы и узнали в подробностях всю тренировку огромнейших квадрицепсов от самого действующего мистера Олимпия. Ну а про то, сколько и какую химию он в себя вкалывает, об этом история умалчивает.